Более 10 миллионов рублей именно столько потратил город на восстановление аварийно-опасного здания станции юных техников. Основная часть работ уже завершена. Полностью отремонтирован второй этаж, обновлена кровля, также заменены системы освещения, отопления, канализации и водопровод. Сегодня отделочные работы идут на первом этаже. Здесь штукатурят стены, клеют обои. В ближайшее время кабинеты СЮД украсит новенький линолеум. Управление образования выделило деньги и уже прошли котировки на ремонт лестничных клеток. И сегодня буду подписывать, тоже благодаря этому управлению образования, выделены тоже дополнительные институты на ремонт фасада. По словам директора станции Михаила Животовского, для полного ввода в эксплуатацию здания потребуется около 4 миллионов рублей. На эту сумму планируется закончить отделочные работы, установить вентиляцию и облагородить прилегающую территорию. А пока взрослые дяди и тети решают вопрос о выделении средств, юные воспитанники СЮД продолжают выступать за честь города и завоевывать призовые места в областных и всероссийских турнирах по картингу, судо- и авиамодельному спорту. В это воскресенье у нас проходили областные соревнования по авиамодельному спорту, где педагог Алексеева Ольга Олеговна представила свои работы с детьми и где ее дети заняли первое место по свободно летающим моделям самолетов, но в отдельных видах классов. В следующем учебном году станции иных техников планируют открыть 166 объединений, где будут заняты 1400 ангарских ребят. Если к 1 сентября завершить уже порядком затянувшийся ремонт здания все-таки не удастся, большинство кружков снова разместятся на базе образовательных учреждений. Наталья Зарубина, Владимир Селиванов, Местное время.